Приветствую вас, Ирина, прочитал ваш текст. Собственно, не понял главного, наверное, всем ваш вопрос. То есть такое ощущение у меня сложилось, что вы ищете у нас какую-то вот поддержку против вашего молодого человека и всеми силами стараетесь как-то вот доказать вероятно себе, что вы действительно правы в этой ситуации. Вот, доказать себе, что вы действительно не виноваты в этой ситуации и так далее. Понимаете, если бы вы действительно были уверены в своей правоте, если бы вы действительно были уверены в своей правоте, то вряд ли нужны были бы мы, вряд ли вам нужна была бы какая-то поддержка. Вот. А так, если она вам нужна, поддержка я имею ввиду, то, вероятно, не так вы сильно уверены в том, что в этой ситуации вы правы. И хотя я не считаю, что вы в этой ситуации не правы, и хотя я не считаю, что в этой ситуации вы поступили как-то не так, все же, на мой взгляд, вы сами в этом не уверены. Все же, на мой взгляд, вы в этой ситуации как-то вот такое ощущение, что, как-то вот, ну, сложно сказать, да, как-то вот, ну, как будто боретесь, что ли. Вот. И, соответственно, это не решает проблему вашу никак, никак вашу проблему не решает, потому что вы, ну, как вот, вы как были не уверены в себе, собственно говоря, вы так не уверены в себе, собственно говоря, и остались, вот. То, что вы говорите, что он не делает того-то, того-то, того-то только, это только потому, что он такой человек, и вы такого человека выбрали. То есть, понимаете, вы осуждаете, вы оцениваете, вы обсуждаете выбор, выбор и действия своего мужчины, но вы не обсуждаете и не оцениваете свой, свой собственный выбор, ваше собственное решение. Понимаете? Ведь именно вы, именно вы выбрали быть с этим мужчиной. Именно вы выбрали находиться с этим мужчиной, именно вы выбрали его, именно вы выбрали с ним быть в отношении. И это ваш выбор. Но вы такое ощущение, что об этом забываете. Такое ощущение, что вы об этом просто предпочитаете, ну, забыть и предпочитаете не помнить. То есть, просто вот, хотите сделать вид, что во всем виноват мужчина. Нет, вы не должны извиняться, если вы не хотите. Вы не должны этого делать. Но нужно понимать, что в таком случае, что мужчина этого не будет делать тоже. Потому что он вот такой. И вы выбрали этого человека себе, партнера, зная, что он такой. И каждый раз вы решаете его изменить. Каждый раз вы надеетесь его поменять. И каждый раз вы сталкиваетесь с тем, что поменять его невозможно. Совсем очевидно, что вы играете в психологические игры, семейные психологические игры. Он, например, играет в игру «Попался с Угенцинь». То есть, он, видимо, ищет, когда вы сделаете что-то не так, чтобы позволить себе вести себя более, более, ну, более, я так полагаю, более свободно, может быть. Вот. А это то, что касается его. Вы же в свою очередь играете в психологическую игру «Скандал». Вот. То есть, вначале вы идете на примирение с человеком. Вот. Вначале вы идете на какой-то вот, ну, на компромисс с человеком. Вот. И, собственно говоря, вы его, ну, приучаете к этому. Вы приучаете человека к тому, что вы идете на этот самый компромисс. Вот. А теперь вы, как бы, изменяете себе и говорите «Нет, я больше на компромисс идти не буду». И вроде бы, а, вроде бы вас понимаешь. То есть, я понимаю, почему вы не хотите идти на компромисс, но вместо с тем делая это, вы, на мой взгляд, просто-напросто говорите человеку о том, что не желаете принимать его таким, как он есть. И это уже, это уже ваш выбор. Это не выбор мужчины, а то, что касается вас. В этой ситуации вы выступаете в роли жертвы Ирины. И, как человек, который не желает брать ответственность на себя за то, что происходит. Человек, которому проще обвинить мужчину в чем-то, чем попытаться понять, какие мои собственные действия к этому привели. Грубо говоря, речь идет о принятии личной ответственности, без которой невозможно построить ни одни серьезные отношения, ни одни гармоничные отношения. И либо вы научитесь принимать эту самую личную ответственность, либо вы так и будете с человеком на постоянной основе ссориться. Ну просто потому, потому что. Вот. Ссорах принимают участие оба партнера. И вы принимаете участие тоже. Я не уверен, что вы ссорят и требуют от человека какого-либо поведения. Я не уверен, что вы серьезно ждете, серьезно ожидаете от него перемен. Я так не думаю. Я не считаю, что вы серьезно ждете от него перемен. Почему я так не считаю, что вы серьезно ждете от него перемен. Потому что любая ссора происходит при достаточно серьезном эмоциональном напряжении. Любая ссора происходит именно так. И в этой ссоре люди злятся, в этой ссоре люди эмоционально реагируют, эмоционируют. Эмоционируют. И при наличии эмоций, понятно, что человек не согласится с вами. Ведь если бы он был согласен, конфликта бы не было. Но, тем не менее, конфликт все же есть. И вот возникает вопрос в таком случае. Зачем этот конфликт? Какую роль выполняет конфликт? Для чего вам нужен конфликт? Вот подумайте об этом. Подумайте о том, для чего вам конфликт? И очень-очень желательно. И разобраться можно и нужно с вами. С вашей составляющей. С вашим складом в ссору. И вот тогда что-то может измениться. Любые отношения можно гармонизировать путем изменения своего поведения. Если вас это интересует, что можно сделать? Можно гармонизировать отношения раз, можно разобраться в себе два. В зависимости от кого, с чего вы хотите. Но выступать арбитром по отношению к вашей паре, это абсолютно, абсолютная деструкция. Абсолютно полная деструкция. Которая ничего хорошего вам не принесет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.